Дальтонизмом называют заболевание, при котором нарушается цветовое зрение. В результате человек становится невосприимчив к некоторым цветам. В редких случаях человек может видеть мир только в черно-белых тонах. Подробнее про дальтонизм вы можете посмотреть в нашем ролике по подсказке сверху. С момента открытия заболевания к столь несерьезной болезни относились крайне легкомысленно, пока в ноябре 1875 года возле Лагерлунда в Швеции не произошла крупная железнодорожная катастрофа, в результате которой в лобовом столкновении двух поездов погибли 9 человек. Перед следствием, которое велось по этому делу, стоял неразрешимый вопрос, как машинист, кстати чудом оставшийся в живых и уверявший, что вел состав на зеленый сигнал, мог не заметить красный сигнал. Ответ смог дать только эксперт. Известный шведский медик и физиолог Хольмгрен показал машинисту несколько мотков разноцветной шерсти и попросил его назвать цвет каждого из них. Показывая на красный, подсудимый заявил, что это зеленый. Как оказалось, у него была протонопия, то есть отсутствие восприятия красного цвета. Позже, когда Хольмгрен получил разрешение на испытание всех 266 человек, нанятых местной частной железной дорогой, было выявлено, что 13 сотрудников страдают дальтонизмом. В том числе начальник станции, инженер, два кондуктора, которые были ответственны за передачу сигналов. Но и это не убедило руководство. Тогда Хольмгрен устроил демонстрацию. Два кондуктора находились в противоположных концах зала. Один из них был протонопом, а другой дейтеронопом. Им было сказано, что когда один сигнализирует другому, второй должен ответить тем же сигналом. Генеральный директор был приглашен указать сигнал для первого кондуктора. Он выбрал белый цвет. Первый кондуктор показал красный сигнал, а второй ответил зеленым. В зале стояла долгая напряженная тишина. Эта демонстрация показала, что дальтонизм машиниста смог способствовать аварии, что побудило к введению обязательной проверки цветового зрения. Цветовая слепота может ограничить возможности человека при исполнении тех или иных профессиональных навыков. Зрение врачей, водителей, моряков и летчиков тщательно исследуется, так как от него зависит жизнь многих людей. А пока на этом все. Если вы хотите увидеть определенную тему на нашем канале, то пишите нам в комментариях. Всем пока!